Да, в советское время действительно, я даже по себе помню, у меня в кабинете труда в школе висел такой лозунг «Дорога верная у нас из школы в ПТУ, из ПТУ в рабочий класс», и это в общем был действительно достойный путь, но почему? Вовсе не потому, что было много фильмов про рабочих людей, а потому что рабочие люди реально получали больше инженеров. Можно спорить с тем, правильно это было или неправильно, но это действительно стимулировало массы народа просто идти на заводы. И если сегодня мы опять поднимем оклады обычных тружеников до уровня конкурентоспособного, то будет такая же абсолютная ситуация. А сегодня, к сожалению, у нас все идут в офисный планктон, а на любой вакансии для офисного планктона всегда написано, что высшее образование, высшее образование. И вот у нас в итоге куча этих каких-то бессмысленных вузов, где ничему не учат, то есть вот лишь бы корочку получить. Куча людей с какими-то непонятными специальностями, типа менеджер, да. Как можно быть менеджером после того, как ты 4 года в вузе обучился? Я вот, честно говоря, не понимаю. Менеджер – это человек, который поработал лет 10 на заводе, приобрел авторитет среди коллег, освоил много, узнал много. И вот его назначают, скажем, директором, но не всего завода, скажем, а цеха, да. Вот это вот руководитель. А менеджер – это непонятно кто. И, конечно, это проблема, да, сегодня. Поэтому если мы там поднимем оклады, если мы создадим рабочие места, то нам останется только поработать немножко в информационном поле, да, там, поснимать фильмы, поговорить об этом, поприглашать простых тружеников, там, различные ток-шоу, и люди снова вернутся на заводы. Главное, чтобы было куда возвращаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!